Лето в этом году как никогда радует жителей Коми. Уже несколько недель держится стабильно тёплая, порой даже жаркая погода. Всё, что хочется, когда на улице больше 25 градусов, окунуться в охлаждающую водичку. Но вот печали. Официально открытый пляж в республике всего один, в Сыктывкаре. В других местах купаться не разрешено. Но это никого не останавливает. Регулярно проводим патрулирование в таких многолюдных местах. Это рейды. Предупреждаем населению о том, что купаться в неустановленных местах запрещено. Сами видите, установлены запрещающие знаки здесь и на входе в место отдыха. Чтобы организовать хотя бы по одному пляжу в каждом униципалитете, требуется и большая работа, и немалые средства. Перечень требований для открытия санкционированного места для купания огромный. Дно реки должно быть обследовано водолазами. Вода соответствует санитарным требованиям. В акватории реки, буйки, обязательный спасательный пост и места для переодевания. И еще много-много пунктов. Но, например, в Карткиросе нашли решение, как и отдых организовать, и безопасность. Открыли место отдыха на воде. Отличие его от пляжа в одном – знак о запрете купания. Ответственности сразу меньше. «Уважаемые товарищи, в данном месте купание запрещено». Но ни стенды с запрещающими купаниями плакатами, ни призыв спасателей не останавливают местных жителей. На вопрос «почему купайтесь там?», где это не положено, отвечают, что больше негде. И правда, многим остается только одно – нарушать правила. Для таких нарушителей в Карткиросе даже организовали спасательный пост. Специально обученные ребята здесь для того, чтобы предотвратить несчастные случаи. «Это место отдыха у воды. Большая часть населения Карткироса отдыхает именно здесь. Потому что здесь есть подъездные пути, есть место, песок, где как раз можно купаться и отдохнуть. Поэтому, чтобы все это не пляж, а место отдыха у воды, чтобы можно было отдыхать, вот мы его оборудованием обучаем спасателей, нанимаем их им. И они в течение вот этого жаркого летнего месяца здесь у нас дежурят. И, кстати, дежурят не бесполезно. Очень много случаев таких, что именно вот маленьких детей где-то они вытаскивают, подсказывают, родителям подсказывают, чтобы не оставляли детей. То есть, я думаю, большая польза от такого, что вот у нас есть сегодня именно в сельском поселении у нас есть такие спасатели, которые сегодня и обучены они, и у них есть и жилеты, и бинок сегодня, и микрофон. Как отмечают сами спасатели, работы у них много, потому что на берегу всегда огромное количество людей. Детей, семей, компаний, друзей. Бинокль они не отпускают ни на минуту. А поговорка «за всеми не уследишь» на воде не работает. Дарья Волокжанина, Алексей Паршуков, телеканал Юрген, Каркировский район.